В Швейцарии нет тюрем, в Швеции нет тюрем, в Швейцарии нет бедности, в Японии нет необразованности, в Германии нет безделья. Что же касается арабов, то нет силы и мощи ни у кого кроме как у Аллаха. Один из них одел на головы своего домашнего скота украшение из камня, ограненное золотом. На головы домашнего скота украшение, ограненное золотом. Другой не зная, куда ему пойти со своим имуществом. Потратил все до копейки на торжество в честь первой брачной ночи. Банки заполнены миллиардами. Миллиардами. А бедняки живут у их дверей. Однако мужчины действительно до сих пор не знают, что им делать со своими миллиардами и имуществом. Затем они встают в ряды на молитве и говорят, «О Аллах, покарай наших врагов!» «Мы враги сами себе, клянусь Аллахом!» «Мы с вами враги себе!» «Как же отвратительна бедность! И как же прекрасны бедняки!» Бедняки, которые не в состоянии найти еды даже на один день. Между тем богатые и обладающие имуществом не могут увидеть этих бедняков. Проблема, клянусь Аллахом, в нас самих. Наша проблема в наших странах и в наших богачах. Как же Аллах поможет нам, если богатый из нас не помогает бедному? Как Аллах поможет нам, если богатый не помогает бедному? Богатый, укравший имущество бедного. Если ты увидишь в нашей стране бедняка, то знай, что там есть богатый. Да, именно богатый, укравший у бедного. Сколько денег бедняков было украдено? Сколько денег бедняков было растрачено зря? Бедняки, живущие на окраинах, в деревнях и на улицах мусульманских стран, находящиеся в поисках еды, хотя бы на один день. Да накормит их Аллах. Один работает уборщиком и подметает улицы, убирая то, что там валяется. Другой наполняет свой банковский счет в арабской стране, а оставшиеся деньги отправляет в Европу. Клянусь Аллахом, месяц назад я разговаривал с одним мужчиной из Швеции. И он сказал мне, «Я нарушил клятву, что я могу сделать, чтобы искупить?» Я ответил ему, «Ты должен поститься три дня подряд». Он сказал мне, «Я не могу». Тогда я сказал, «Накорми десять бедняков». «Купи еды и накорми десять бедняков». Клянусь Аллахом, я не смог найти бедняков. Я живу в Швеции. Я спросил его, «Ты говоришь правду?» «Ты не знаешь, как искупить нарушенную клятву, находясь в Швеции?» Он ответил, «Клянусь Аллахом, я не нашел никого. Я не смог найти ни одного бедняка». Образ правления Швеции похож на образ правления Умара ибн Абдуль-Азиза. Образ правления Швеции полезен подобно иголке, которой мы зашиваем одежду. И мы можем брать с них в этом пример. Мы можем брать с них пример в этом. Это пример правления Умара, к которому пришли с имуществом закятер и не смогли найти ни одного бедняка. Тогда это имущество вернули в мусульманскую казну. И что он сказал на это? На деньги, которые остались, купите зерно и раскидайте его на горах, чтобы его съели голодные птицы мусульманских стран. Действительно ли мы сейчас в наше время являемся уммой Мухаммада? Клянусь Аллахом, Если Фатыма дочь Мухаммада украдет, то ей отрубят кисть. Если бедняк украдет, то ему отрубят кисть. А если украдет чиновник, его погладят по голове, обнимут и будут превозносить день и ночь. Действительно ли мы сегодня умма Мухаммада? Халиф, который сказал, где бы ни было имущество, клянусь Аллахом, должное из него обязательно попадет в мусульманскую казну. Должное из него обязательно попадет в мусульманскую казну. В конце я хочу сказать, о уважаемые братья, я хочу сказать, не придет победа в мусульманские страны, пока богатый не станет равен бедному. После этого можно ждать победу.